Особый противопожарный режим – необходимая мера. Не продиктована она печальной статистикой, отметил Иван Лунёв. Главный спасатель региона рассказал, что с начала года в области зарегистрировали почти 800 случаев возгораний травы и мусора. Это вдвое больше, чем в 2023-м. Самое главное, что мы, к сожалению, я должен констатировать, имеем и трагические события, связанные с бесконтрольным сжиганием травы. В Беловском районе пожилая женщина проводила отжиг на своем огороде и потом уже через определенный промежуток времени была обнаружена на сгоревшем пепелище. Особый противопожарный режим ранее уже ввели в отдельных населенных пунктах. Это произошло в начале апреля в трех сельсоветах. Там зарегистрировали больше всего возгораний. За обстановкой в муниципалитетах следят специальные оперативно-маневренные группы, которые в случае пожара могут потушить пламя, а также выявляют и штрафуют нарушителей. Нередкие факты. Вот сегодня работали в Октябрьском районе, когда эти оперативные маневренные группы самостоятельно ликвидируют возгорание до начала его развития. Так сказать, 2-3 метра оперативные группы позволяют. Они имеют у себя на вооружении как раз и ранцевые лесные огнетушители. При выявлении пожаров они в обязательном порядке сообщают инспекторскому составу то, что выявлено возгорание, чтобы для составления протоколов привлечения к административной ответственности. По области составлено уже более 250 штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Теперь из-за особого противопожарного режима сумма штрафов выросла вдвое. За разведение открытого огня граждане заплатят от 10 до 20 тысяч, должностные лица от 30 до 60, юрлица от 400 до 800 тысяч рублей. Мария Колосова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. События дня.